Кавказ самый южный регион России. Он занимает крайнее южное положение в зоне умеренного пояса. Кроме того, он находится между двумя морями, Черным и Каспийским. Черное море оказывает большое влияние на климат Кавказа, поскольку оно находится в зоне действия ветров западного переноса. Воздушные массы над акваторией Черного моря увлажняются и отдают влагу в виде осадков на западных склонов Кавказа. Это одно из самых важных мест в России. Зимой над Черным морем располагается область пониженного давления. Здесь перемещаются средиземноморские циклоны, приносящие обильные осадки на Черноморское побережье и на южные склоны Западного Кавказа. Горы служат преградой на пути холодных воздушных масс с севера, поэтому на узкой полосе Черноморского побережья существуют уникальные для России климатические условия. Здесь даже в январе средняя температура воздуха выше ноля. Хотя в России нет районов, расположенных в субтропическом поясе, старый учебник, не забывайте, сейчас уже есть. Южный берег Крыма все-таки находится в субтропическом поясе, потому что там классический средиземноморский субтропический климат. Что Сочи, что южный берег Крыма, они все-таки относятся именно к субтропикам за счет своего уникального положения. Гор, которые очень хорошо обеспечивают субтропический климат. Так вот, так что южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа это субтропический климат. На Черноморском побережье Кавказа иногда случается удивительное погодное явление, получившее название Новороссийская Бора. Бора это сильный ледяной ветер, который возникает, когда зимой холодный воздух ухитряется перевалить, то есть перейти через невысокий береговой отрок Кавказских гор и обрушивается вниз к теплому морю. Возникает Бора неожиданно и сопровождается быстрым и очень сильным похолоданием. За считанные минуты температура может опуститься от плюс 15 до минус 5 градусов, то есть упасть аж на 20 градусов. Это конечно очень сильное похолодание. Крупнейшим центром оледенения на Кавказе является гора Эльбрус. С ее вершины в разные стороны спускаются в долины 15 ледников и они могут достигать длины 15 километров. На космическом снимке район Эльбруса имеет вид огромной многоучевой звезды. Эльбрус покрывает самый большой массив горного оледенения в России. Площадь ледяного покрова составляет почти 122 квадратных километра. Толщина льда не очень большая, она не превышает 100 метров, в некоторых местах даже меньше 50 метров. Вообще эти ледники, как и большинство ледников планеты, тают и разрушаются. За 20 век площадь оледенения на Эльбрусе сократилась почти на четверть. Не забывайте, мы живем в межледниковую эпоху и потепления в среднем продолжаются. Буквально на днях я прочел новость о том, что ученые провели исследование, что будет буквально через 50 лет. Если будет продолжаться, там человек будет продолжать активно выделять всякие парниковые газы. И если человек сократит выделение парниковых газов. И ученые с огромным удивлением обнаружили, что никакого глобального потепления как такового нет. Есть изменение климата. В чем это заключается? В том, что вне зависимости от того, прекратит человек выделять парниковые газы или не прекратит, Северный Ледовитый океан уже к 2050 году полностью начнет таять. Все льды Северного Ледовитого океана будут таять летом полностью, уже к 2050 году. Вот так вот. В нижней части ледники на Эльбрусе активно тают и дают начало множеству рек. Кроме рек со снежно-ледниковым питанием на Кавказе есть реки и с дождевым питанием. Первые находятся в высокогорной части района и имеют летнее половодье. Вторые большей части протекают в предгорьях и отличаются поводочным режимом. То есть во время, когда происходят сильные дожди, эти реки выходят из берегов. Но в обычное время это очень небольшие буквально ручьи. Крупнейшими реками Северного Кавказа являются Кубань и Терек. Смена высотных поясов в горах связана с закономерной сменой природных условий при переходе от подножий к вершинам гор. В нижнем высотном поясе господствуют широколиственные дубово-буковые леса. Выше к широколиственным породам добавляются ели и сосны. Постепенно леса становятся смешанными, а затем хвойными. На высоте чуть более 2000 метров исчезает древесная растительность. Прекрасные елово-пихтовые леса сменяются субальпийскими и альпийскими лугами, которые используются для выпаса скота. Примерно на высоте 3000 метров на Кавказе луга уступает место горным тундрам, а еще выше начинается пояс говых скал, многолетних снегов и льдов. Вот посмотрите, как приблизительно выглядит этот самый в среде Большой Кавказ. Вот это небольшой район, который в районе, грубо говоря, Сочи. Это те самые субтропики, видите, пальмы. Уже дальше от побережья там начинаются обычные широколиственные леса. И они поднимаются на вот эту вот определенную высоту. Потом они начинают смешиваться. Вот здесь вот показаны смешанные леса. Выше уже начинаются хвойные леса. А еще выше идут субальпийские и альпийские луга, которые поднимаются чуть выше 3000 метров. А дальше уже начинаются тундры и дальше уже идут просто вечные снега и льды. Вернее, многолетние снега и льды. Природа высокогорного Кавказа охраняется государством. Здесь находятся два крупных заповедника – Кавказский и Табердинский. Природные ресурсы. Горная часть Кавказа не слишком богата полезными ископаемыми. Поверхность гор сложена разнообразными осадочными породами морского происхождения. Тем не менее, здесь есть месторождения свинцово-цинковых и молибденовых руд. Таких руд в России не слишком-то много освоено в месторождениях, а потребность в них достаточно большая. На равнинах пред Кавказе открыты месторождения нефти и газа, запасы которых не слишком большие. Молибден – это металл, который используется в военной промышленности для, в том числе, получения брони, броневой стали. Поэтому в годы Великой Отечественной войны значение молибденовых руд Кавказа многократно выросло. Когда немецкие войска вплотную подошли к Северному Кавказу, было принято решение взорвать рудник, а его рабочих вместе с семьями эвакуировать через горы в соседнюю Грузию. Сотни людей ушли уже по заваленными снегом-перевалам. Причем маленьких детей, которые просто не могли идти по глубокому снегу, взрослые несли в рюкзаках. В результате фашисты не получили ни молибдена, ни специалистов по его добыче. На черноземных и бурых почвах равнин пред Кавказа в условиях теплого климата степей прекрасно растет пшеница и дает отличный урожай. Эта территория является главным зерновым районом России. Однако главным богатством Кавказа являются климат и прекрасная природа. Кавказ – район массового отдыха, лечения, туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. В стране хорошо известны минеральные воды Нарзан, Ессентуки и другие. Лечебные свойства этих вод активно используются в специализированных лечебницах, санаториях, кавказских минеральных вод. Уникальными природными особенностями располагает Черноморское побережье Кавказа. Береговые отроги главного Кавказского хребта защищают побережье от холодного воздуха с севера, благодаря чему там сформировался отличный, уникальный для России климат по своим свойствам, похожий на субтропических. Жаркое солнечное лето сменяет здесь теплую зиму. На наветренных склонах выпадает много снега. Это главный курортный регион страны после Крыма. Не забывайте, учебник был написан до присоединения Крыма и до 2014 года и до проведения Олимпиады в Сочи. Поэтому сейчас Кавказ и Сочи это все-таки второй после Крыма курортный район. Но у Сочи есть очень важное преимущество. В Сочи это район отличного горнолыжного отдыха. К Олимпиаде, зимней Олимпиаде в Сочи, там подготовили и построили совершенно великолепную инфраструктуру. Что имеется в виду под инфраструктурой? Дороги, железные дороги, хорошие станции, хорошие гостиницы, хорошие горнолыжные курорты. Ведь недостаточно просто наличие снега, нужно чтобы были хорошие склоны, по которым было бы удобно съезжать. Вот все это было построено, причем построено было на самом лучшем международном уровне. Поэтому Крым это такой недорогой народный отдых, а Сочи это все-таки район такого качественного горнолыжного отдыха. Причем Сочи это совершенно уникальное место тем, что летом там можно и прекрасно отдыхать на черноморских пляжах, а буквально за час доехать до горнолыжных склонов и спускаться на горных лыжах. Таких мест на планете Земля очень и очень мало. И очень приятно, что Сочи это сейчас уже то место, которое в России, оно не только вот уникально по своему, так сказать, уровню, что можно и на пляже загорать и на лыжах кататься, но и тем, что Сочи сейчас это уже курорт международного класса, соответствующий самым высоким международным требованиям.